привет друзья у нас понедельник значит новости неделя была хорошая во-первых вышла криптовая матика мягкая но она вышла уже на пару дней назад но я вот ее только 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 раздобыл это переиздание здесь только одна дополнительная статейка от алексея антонова в конце добавилась такая которая более-менее современную ситуацию описывает и моя полочка книг она все выше и вот добавилась наверх криптовая матика 41 но на самом деле мягкая обложка это такой признак признак что книга продается так что еще а начал я записывать ролик про металлику вот с помощью этой книги в том числе и надеюсь что вот на днях он выйдет может быть на следующей неделе на это не знаю успели я не успею у меня еще выросли усы и вот новость не знаю напишите в комментариях как они идут или не очень или пора сбрить зачем володька сбрился тоже напишите 1 сентября прошло у нас на прошлой неделе я отвел дочку в школу не плакал но вот на личном канале хочу выпустить видосик про свои школьные годы я сменил 6 школ за свою карьеру ну вот у меня такой подробный вышел текст в телевом канале хочу из него сделать видео на днях тоже выйдет что еще хорошего электронные книги обновились вообще прекрасно вернулась хулиномика с нецензурной лексикой нам же поставить галочкой при покупке и там я навалил ребята хуев прям на воротник обновился хулифак новые там вопросы обновились не публичные портфели которые никому не рекомендую покупать но все все равно покупают потому что сами понимаете там все тайны и рептилоидов ну там просто то что у меня в портфеле я не знаю зачем это вам нужно но вот кто-то покупает публичные портфели я обновлю наверное на этой неделе тоже так что скоро видосик запишу а особняк инвестора на улице энгельса в москве в пятницу хочу туда завести свои книги с автографами и это будет как раз то самое место в москве где будут продаваться то есть единственное на самом деле место москве где мои книги продаются с автографом не знаю пока за сколько но не дешево сами понимаете это же особняк инвестора там только все для солидных ребят и еще на этой неделе решил я вложиться в новый бизнес расскажу потом когда все пройдет может быть и вас позову кстати говоря поучаствовать но сначала как и все мои инвестиции на шкура на кону должна быть все испытаю сам все просру а потом сразу к вам еще отличная новость что у этого ролика есть конечно же спонсор и слово спонсору спонсор сегодняшнего выпуска новостей крауд ленинговая платформа джетленд она объединяет малый бизнес и частных инвесторов бизнесу достаются средства для развития инвесторам новый способ диверсифицировать свой портфель и повысить его доходность джетленд включен банком россии перечень инвестиционных платформ так что все на сто процентов официально заходим в личный кабинет и здесь видно вот сумма 5 миллионов 261 тысячи 262 уже доходность за все время и за последний год 17,4 общая статистика тоже сейчас глянем самое главное что нас интересует вот этот график голубой это джетленд а желтые это индекс облигаций то есть этот портфель из облигаций не видно что довольно заметно опережением средне взвешенная процентная ставка за 30 дней это почти 21 процент а на вторичном рынке почти 23 процент там тоже можно покупать займ и видим что инвестор 93 тысячи уже скоро станет 100 тысяч в классической схеме финансирования проценты от займа забирает банк но джетленд отдает основной процент инвестор регистрируйтесь по ссылке или по qr-коду с бонусом плюс 8 процентов на первую сумму пополнения на первый месяц но торопитесь потому что бонус действует всего семь дней вообще я обожаю спонсорство новостей и кстати следующие места только в октябре но пишите для вас может быть найдем местечко все дорого потому что у меня очень солидные зрители очень серьезные читатели с огромными деньгами и реклама она очень полезна и для вас и для них и для меня теперь у нас новости в эфире 2,3 процента но у бин индекса мосбиржи новый хай с февраля 22 года хотя там был максимум если вы помните в октябре 21 там числа 15 что ли был было четыре тысячи почти четыре тысячи триста пунктов на самом деле вот сколько сейчас я 4280 и для того чтобы достичь того максимума 21 года индексу несмотря вот это на локальный хай еще нужно нашему вырасти на целую треть как думаете кстати до конца года осилим напишите в комментариях ну я думаю нет но попробовать стоит из публичных портфелей лучше всего выросла бухло плюс четыре процента а вот зло добавил всего два и опять у нас бухло побеждает зло просто по всем фронтам хочется туда больше денег докинуть но вроде у нас уговор что мы по десять тысяч это только каждый месяц закидываем хочется навалить потому что видимо портфель удачный по отдельным акцам хорошо подросли акции русагра там десять процентов аж белуга на пять процентов видимо вот ныри брендинг дает пользу какую-то норники лукойл и тинькофф добавили по четыре процента попадали у нас фосагра и минус четыре и сегежа минус два с половиной сегежа плохой отчет у фосагра прям совсем плохой отчет там на две трети упала чистая прибыль дивиденды они вели совсем небольшие типа меньше двух процентов от текущей стоимости правда насколько я поймут не все дивиденды типа половина дивидендная отсечка в следующий четверг что еще офз продолжили падение я уже начал честно грех докупать может мне кажется прям уже какие-то привлекательные доходности по офзе нет смысла никакого покупать корпоративные облигации сейчас потому что супернадежные государственные дают там 11 уже даже есть и больше процента не есть конечно шансы на рост ставки центробанка осенью там об этом у нас предупреждают постоянно но вот наверное она будет последнее хотя мы никогда не знаем что произойдет и что у нас может учудить наше правительство хотим другое слово сказать вот тогда уже наверное осенью и надо будет закупаться овз как следует чтобы прокатиться на может быть когда-то понижение следующего года удову джонс кстати говоря лучшая неделя за два месяца в сша куча новых вакансий при этом безработица чуть выросла одновременно то есть и вакансии много безработицы растет это как бы хорошо у них там их не цб под названием федрезерв он этого ждал потому что экономика охлаждается но не так сильно чтобы вызвать рецессию вот это хорошо акции дел взлетели на 21 процент после отличных результатов вам причем непонятно как они там опять 100 миллионов раз сказали слово и ай то есть и и и и и то есть они хотят оседлать этот хайп но вот самое главное что американцы похоже обуздали инфляцию вот мы весь год над ними глумились а вот смотрите-ка удалось удалось на бургер кинг ребята подали в суд оказывается в рекламе бургер окажется на 35 процентов больше чем они в реальности а мясо на картинке то есть мясо есть бургер есть мясо бургере на картинке вот там аж в два раза больше чем на самом деле то есть он там вываливается там все вываливается из бургера в реальности все совсем не так настоящий вопер далеко не так хорош и точно так хорош как раньше вот из-за этого обмана на бургер кинг возмущенные бургероеды подают в суд еще одна новая смешная тяжба в америке там две сервисные компании судится за право чинить автоматы в макдональдсе которые делают мороженка выдавливает макфлури оказывается по закону можно было заключить такой контракт чтобы вот эту машину макфури машину стоимость 18 тысяч долларов могла обслуживать только компания производитель они причем постоянно ломается есть даже специальный сайт который отслеживает поломки вот этих макфури машин потому что ну там они какие-то ужас какие-то дурацкие или может неудобно пользоваться и там даже такие присказки есть у тебя заводишь магнус и мороженое все время сломано так вот эти машины могли чинить только представители производителя компания это производитель называется taylor совсем как swift цена обслуживания 350 долларов за 15 минут работы механика неудивительно что четверть продаж четверть выручки этой компании taylor приходится на обслуживание вот этих дурацких машин все уже помнят конечно же скандалы с правом самостоятельно начинить технику apple и там какие-то энтузиасты активисты уже закон попытались продвинуть закон то в чем заключается чтобы можно было чинить свои устройства каким-то другим людям но вот они apple заставили чтобы эти ремонтные наборы можно продавать но забыл закон то вон как бы в конгрессии висит но никак никуда не движется потому что сами понимаете рептилоиды не дают ему никуда пройти мировые продажи игрушек фирма полугодия двадцать третьего года упали на семь процентов но вот у кого все отлично так это у лего ребята покупаем лего конструкторы продаются на три процента лучше чем в прошлом году то есть игрушки падает но не лего швейцарский банк ubs показал рекордную прибыль в 29 миллиардов долларов откуда же она взялась ну потому что они поглотили несчастные креди свис рынок осознал что вот кусок который они откусили с помощью между прочим швейцарского правительства за три с половиной миллиарда него откусили но он оказывается гораздо дороже чем вот эти три с половиной миллиарда то есть он весьма сладок был и неплох после роста акций ну когда все это поняли акции ubs выросли и он стал между прочим вторым по размеру банком европе после чего конечно после сбербанка шучу после эти с биси а вот отличные новости возвращаясь к тейлор свифт она уже теперь он с маскот какой-то хули новостей для тех нищебродов которые не могли себе позволить сходить на концерт тейлор свифт отличные новости вместо 1000 баксов за билеты на стадион можно заплатить 20 баксов за билеты в кино и посмотреть концерт кино уже в октябре кинотеатра можно вот какой-то искать или там монтаж или какой-то из концертов будет но из тура вот этого знаменитого eros tour можно будет посмотреть кино при этом предпродажа этих билетов напрочь повалила сайт эмси кинотеатров я бы рассказывал там предбанкротная была ее акции выросли на 9 процентов вот что творит эта девчонка с фанатами уже даже на кино про концерт не остается билет не то что сам концерт в америке требуется срочно хрущев вот какая беда впервые за 50 лет сша уступили лидерство по экспорту кукурузы на мировой рынок и кому же не угадаете напишите кстати в комментариях сначала напишите поставьте на паузу теперь отгадка бразилии ребята двадцать третьем году бразилой займут 32 процента мирового экспорта желтой нефти это я придумал выражение желтая нефть кукуруза классно же да а америке 23 процента интересно что первые места в экспорте сои и пшеницы американцы потеряли уже несколько лет назад теперь видите и кукурузу уступили мосбиржа хочет запустить свой аналог bloomberg ну и по древней американской традиции название у этого сервиса должен либо лужков либо собянин и новая напасть в американских школах ученики по повадились таскать на уроки вейпы но это и в наших школах насколько я понимаю происходит но они начали тащить их в новых форм-фактор там причем это сотни и тысячи вариантов этих вейпов они на придумали там в ручках флешках во фломастера куда очень можно запихнуть причем у них уже три года запрещены картриджи с ароматизатором то есть это конечно табачные можно картриджи а вот ароматизированный там с черникой нет нельзя но одноразовые вейпы все еще разрешены ну и вот они повадились клепать эти одноразовые какие-то ручки курилки тайных курильщиков все больше и среди детей тоже все больше и при этом еще и одновременно выросли акции производителей чего конопли конопельки потому что новость вышла что траву собирается признать менее опасным веществом чем раньше то есть она была видим каким-то там среднеопасным сейчас будет не таким уж опасным вы посчитали сколько вы курящий дыма выкурили пустого послёныша делом написано русским языком на белом листке москвичи вот хорошая новость москвичи за первое полугодие 23 года купили на 11 процентов больше черной икры чем годом ранее она при этом еще и подорожала москвичи что вы творите это же на новый год а вот космический уголок индийский луноход прагьян своим спектроскопом нашел на южном полюсе луны следы серы железо и алюминия не знаю как они до этого догадались но вот эти вот находки этих элементов означает что там значит где то есть на луне и лед водяной лед то есть лунатики могли пить воду когда луноход привезет на этом чандраяне прагьян на чандраян обратно взберется перевезет все это на землю предлагаю у индусов всю эту добычу из этих вот серо железо ремини выкупить скормить это все рогозину пока он прыгает на батуте белорусский рубль стоит 38 рублей на год назад он стоил 24 рубля два года назад 29 рублей вот тебе и батька даже без набиулиной держит валюту где в узде курс 38 кстати означает что минские рестораны по ценам вполне сравнимые стали с московским ну с питерским то уж точно раньше мы ездили шаговать в минск теперь белорусы дорогие приезжайте к нам можете дико кутить на свои рублевые зарплаты то есть и тут рубль и там рубль но есть нюанс на этом все ребята до встречи через неделю